Вязание узора из спущенных столбиков. Сначала провязываем 2 ряда столбиков без накида. В начале 3 ряда провязываем 1 воздушную петлю и 2 столбика без накида. Делаем 2 накида на крючок. Крючок опускаем на 2 ряда ниже. Вводим его не в ту петлю, которая находится под крючком, а пропустив еще одну, следующую, более правую. И провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючок. И пропустив 3 петли в том же самом ряду, в четвертую вдеваем крючок и вяжем столбик с 2 накидами. Далее вяжем в петлю основания простой столбик и еще 2 таких же простых столбика. Теперь делаем 2 накида на крючок. Крючок вводим, опустив на 2 ряда ниже, в ту же самую петлю, куда провязывался предыдущий столбик. И провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючок и пропустив 3 петли в том ряду, в котором мы спускали столбики, и в четвертую вводим крючок и вяжем столбик с 2 накидами. И снова провязываем 3 петли, 3 столбика без накидов в очередные петли основания. И далее узор повторяется так же до конца ряда. Я довязала до конца, и теперь переворачиваем, и следующий ряд вяжем столбиками без накида до конца ряда. Провязав этот ряд до конца, я поворачиваюсь и еще провязываю 2 ряда столбиков без накида. В следующем ряду провязываем вначале 1 воздушную петлю и столбик без накида. Делаем 2 накида на крючок и вводим крючок у основания первого спущенного столбика. И провязываем столбик с двумя накидами. Затем вяжем в петли основания 3 столбика без накида. Делаем 2 накида на крючок и вводим крючок у основания второго спущенного столбика. и провязываем столбик с двумя накидами. Далее вяжем 2 накида на крючок. Крючок вводим у основания третьего спущенного столбика. и провязываем столбик с двумя накидами. Вяжем 3 столбика без накида в петли основания. Делаем 2 накида на крючок. Вводим крючок в основании четвертого спущенного столбика. И провязываем столбик с двумя накидами. Так вяжем до конца ряда. Получается узор в виде ромбиков. Следующие 3 ряда провязываем столбиками без накидов. И далее узор повторяем точно так же. И вот посмотрите какой ромбовидный узор получается в итоге. Продолжение следует...